Приветствую вас на втором выпуске. Этот выпуск будет про ТИК-сварку нержавейки. Тот самый непростой, про который мы и говорили, что будет не совсем просто, судя по вот этому снизу таймингу, да, ребята, наверное, уже все поняли, но он будет классно информативный, поэтому все, погнали. Следующий вид сварки это аргон дуговая. Какие же могут быть проблемы у новичка? Ну, это, естественно, в настройках сварочного аппарата, потому что здесь много всего приходится настроить. Самолет для сварщика. Ну, все проще, чем кажется. В начале сварки нужно поставить поджиг, либо он будет у нас контактный, когда мы касаемся вольфрамом, и у нас после того, как мы поднимем его, зажигается дуга, либо у нас срабатывает осциллятор, и дуга загорается, не касаясь вольфрама. Смотрите, чтобы на вашем аппарате была возможность поставить и тот, и тот режим, потому что касанием не всегда очень удобно. Поэтому я ставлю ХФ поджиг, бесконтактный, и после чего буду настраивать циклограмм. Вначале ставим предпродувку. Она нужна для того, чтобы защитить вольфрам и зону сварки. Вы вначале должны продуть место, где будете сваривать. Ее я ставлю в большинстве случаев, как было 0,5... Нет, ну 0,5, да, наставляю. После чего ставим нижний ток, тот ток, с которого будет начинаться сварочный процесс. Здесь я ставлю 15 ампер, нужно для того, чтобы у нас вольфрам оставался как можно дольше острым. На этом показании он будет служить вам дольше. Ставлю 15 ампер, после чего идет временное расстание. У нас когда от 15 ампер до 95 будет подниматься ток. И он будет здесь подниматься 1,1 секунду. За 1 секунду мы успеваем настроиться и понять, прожгем мы металл или не прожгем. Потому что иногда бывает, мы ставим слишком большой сварочный ток и металл просто горит. Но вот за это время мы понимаем, сможем мы сварить на том токе, который мы выставили или нет. Ну и плюс это удобнее. Но бывают моменты, когда я ставлю и 0,5 и меньше. И в нули, да. Мне нужно, чтобы сварка началась быстро. Ну, оставим здесь 1,1. Сила сварочного тока на 1 миллиметр 30-40 ампер. Если это двойка, то это 60-80. Но эти значения могут быть и выше, и ниже. Тут уже смотрите от вашего уровня подготовки, сколько вы работаете. Но слишком большой ток тоже не нужно ставить. Потому что начнут выгорать легирующие элементы. И нержавейка будет не нержавейка. Либо может вы титан свариваете. Тоже не совсем хорошо. После чего у нас время спада или время заварки кратера. Здесь это показание, значение зависит от силы сварочного тока. Какой металл мы свариваем. Алюминий или это нержавейка, либо титан, либо бронза. Это значение нету стандартного, которое мы можем поставить. Но в большинстве случаев я ставлю до секунды. Если это был бы ток 160-180 или 250, то там бы я поставил, наверное, 1,8. Чтобы плавно дуга с 250 до 10 А опускалась. И у нас не остался бы кратер, потому что это брак. Дальше идет нижний ток. Здесь 10 А. Мы к нему с 95-ти опускаемся до 10 А. И последнее значение это после продувки. После продувки нужно, чтобы защитить вольфрам, как и в начале сварки. Также защитить зону сварки, которую мы закончили. И режимы 2 такта или 4 такта. Как это работает? Когда мы кнопку держим, и у нас горит дуга. Кнопку отпускаем, и у нас прекращается сварочный процесс. А когда 4 такта, мы нажимаем кнопку, и у нас горит дежурная дуга. Кнопку отпускаем, и у нас вот это время, которое мы поставили, там 1 секунда, либо 1,5, у нас начинает с 15 А подниматься до 95 А. Кнопку мы не держим, как мы хотим прекратить сварочный процесс. Кнопку зажимаем, не жмем на нее, а зажимаем. И у нас плавно начинает гаснуть дуга до нашего значения в 10 А, который мы поставили. И кнопку отпускаем, и у нас прекращается сварочный процесс. После чего идет после продувки, обдувается все, и закончилась сварка. Еще важный момент – это настройка аргона. Сколько будет подаваться у нас в горелку. Тут зависит все от диаметра сопла, какой стоит. Если это газовая линза, то это показания от 8 до 15 литров, бывает даже и больше. Если у нас стоит какая-то насадка BBV, FUPA, либо другая, то там бывает значение 25 и 30 литров. Но на эту линзу я поставлю 12 литров. 12 литров. Этого будет больше, чем достаточно. В чем же еще и бывает отличие? Либо у вас стоит обычный набор, который идет в комплекте с каждым сварочным аппаратом, либо у вас газовая линза. С газовой линзой всегда будет получаться лучше, потому что защита выше. У нас у линзы есть сеточка, которая разбивает аргон, и поток у нас становится ламинарным. То есть плавно выходит, и защита стабильна. А когда у нас стоит обычный ценгодержатель, обычная керамика, там у нас аргон выходит, бьется о стенки керамики, получается турбулентность, начинает перемешиваться с кислородом, и все это подается в сварочную ванну, и у нас шов черный. Ну и с ней тоже может, ну с газовой линзой быть шов черный. Но с обычным ценгодержателем и с обычной керамикой это практически всегда. Конечно, если у вас сила сварочного тока небольшая, тогда там, может быть, еще и повезет. Но уже пора переходить на газовые линзы. Это вот минимальный набор. Так, ну взял я в руки горелку, электрод, причем, смотри, заточен с двух сторон, ты его сам точишь, правильно? Машинка какая-то или как? Есть машинки, есть ребята, кто точат на болгарке, есть на наждаке, кто точат, я точу на наждаке. Он достаточно острый, да? Да, нужно стараться, чтобы вольфрам всегда был острый. Тогда у нас будет стабильная дуга и будет, ну не будет она гулять влево-вправо. Так, что мне с ним делать? Вставляем, вставляем. А тут ничего ослабить не надо? Ну здесь все нормально. А, то есть ты ослабил уже? Да. Вылет вольфрама, вот если у тебя газовая линза стоит, и мы свариваем. Это газовая линза, правильно? Да. Газовая линза там, а это керамика. Да, вот она. Вот керамика. Сеточка, короче. Да, сеточка там внутри. Это газовая линза. Свариваем в нижнем положении, да и без разницы, даже в горизонтальном, вертикальном. Стык вольфрам должен выходить 5-7 миллиметров. Семерно выставил. Вот так, да. У меня вообще с годами наработалось, вот есть точка на пальце, я вот сюда ставлю, вот на автомате, и все. Если я керамикой вот здесь упираюсь в палец, этого вылета достаточно. Нормально. То есть потом затягиваем? Да, затягиваем. Затягиваем не сильно. Не сильно. Я уже понял, что ты это увидел, что я это собираюсь затянуть. Бывает, когда ребята затягивают сильно. Я сильно сейчас затянул, нет? Нет, сейчас нормально. Ты ее прям чуть-чуть подтянул, переверни, чтобы оттуда, мне в другую сторону. А, я думал показать. Цанга. Видишь, здесь тоже она скручивается. Когда мы отсюда давим колпачком, ее сжимает, она упирается туда. Если мы передавливаем, да, медь начинает расширяться, и она потом начинает сворачиваться, и вот эти вот штуки летят очень часто. Да, они вроде бы копейки стоят, но это не так приятно. Да, неприятно оказаться без нее где-нибудь. Да. Поэтому не нужно тянуть со всей силы. Держи. Уже. Без разницы, как она заточена. Да, да, да. Наверное, это лучше без перчаток доделать. Ну, в идеале. Ты знаешь, почему я перчатки не плачу? Так, ну, ориентировочно где-то так, да? Может, даже чуть-чуть еще. Ну, это не так принципиально. Мы сейчас начнем варить. Я тебе разный вольт-вольфрам поставлю, ты поймешь разницу. Ну, так, плюс-минус. Окей, да. Все, чуть-чуть готово. Так. Первый раз, когда я это сделал, у меня просто шарахнуло в руку электродом. Газа у меня не было и сразу сплавился вольт-врам. Это все, что... Это весь мой первый опыт. Это второй, я думаю, нормальный. Все будет отлично сейчас. Так, а что сейчас? Давай мы сначала научимся с тобой просто нажимать на кнопку. Вообще без металла, да? Да, да, да. Потом мы добавим с тобой присадку. Ну, вообще, обучение всегда у меня проходит так. То есть мы сначала понимаем. Сейчас я посмотрю, как у тебя будет... Большим пальцем нажимать? Как удобно. Сейчас я просто нажать могу. Смотри, смотри. Уже горелку держат двумя способами. Когда мы берем ее и держим. То есть здесь можно упираться на мизинец, чтобы выдержать вот эту вот высоту. Либо двумя пальцами. Либо мы берем горелку, сюда заводим. Вот этот палец у тебя, да, отвечает. Ставим. В этом положении управлять намного удобнее. Ты как делаешь? Я в большинстве случаев вот так вот. Ага. Редко когда так. Либо вот на косточке сюда ставишь и варишь. Ну, это в горизонте. Вот так вот я в горизонте. Вот так вот в нижнем. Нужно понять для себя, как тебе будет удобно. Опираться я могу или нет? Да. Керамика можешь, да. Вначале вообще лучше упираться, потому что у тебя будет все это трястись. Что? Потому что тут надо два процесса, я понимаю, что умещают. А потом еще добавить, да. Здесь тебе везти, а тут еще добавить. Так, сейчас что он мне сделает? Нажать. Просто нажимает, да? Да, просто. И отпустил. Да. Без присадки сейчас? Без присадки. Мне в какую сторону вообще везти хоть? Вот сюда. Тик, то есть ведет всегда вперед, да? Да, да. Углом вперед. С уголочка, да? Давай немного отступим, чтобы он не как быстро перегревался. Вот здесь, да? Да. То есть я вперед. Мне один раз нажать или подержать? Я тебе поставил четыре такта, тебе кнопку нужно нажать, держать. Да железяк, я ничего могу затронуться? Да. Ты пока начни сам, я тебе сейчас скажу, какие ошибки. Мне что нужно сделать? Просто провести вперед, да. И веди вперед. Стоп, кнопка нажимает. Не убираешь сразу же. Пять секунд. Ты этой рукой можешь уже поднимать маску. У тебя в конце должна продуть. Я только что увидел то, про что ты говорил. То, что мы четыре такта держим у нас. То есть дуги у меня почти не было. Потом я кнопку отпустил, пошел сам сварочный процесс. А вот смотри, сейчас как раз. Я тебе сейчас поставлю время нарастания. Итог я тебе поставлю. 90. Все. Вот сейчас. Это сейчас нормально будет? Да, нормально все будет. Точно так же? Все будет точно так же. Только у тебя время нарастания. Ты сейчас поймешь, что что-то поменялось. Так, я держать могу или... Да, да, да. Ага. Вот. Отпускай. Что-то поменялось? Как будто сильнее идет. А видел время, сколько у тебя запустилось резко? Долго. Сейчас все хорошо. Жми на кнопку. Смотри. Когда ты заканчиваешь, у тебя вольфрам практически касается сварочной ванны. Чтобы этого не было, вот вначале я тебе рекомендую, когда ты понимаешь, что будешь заканчивать, упирайся керамикой на шов и жми на кнопку, чтобы не было вот этого. То есть ты нажала, оно тебе ввернуло, и ты вольфрамом можешь влететь. И вольфрам трындец. Да, будем уточить. А что вы здесь нагреваете? Вот мне пробивается, проходит. Через перчатку? Нет, вот здесь. Горячая, нет? Масса здесь проходит. А, припаивается, да? Да, да, да. Я не пойму, думаю, блин, рука нагрелась, горячо-то. Я ее еще на месте держу. Так, давай еще. Так, а я сразу отпустил, ничего? Да, это нормально. Шовчик тоненький пошел вроде. Вообще, ну я тебе только убавил. Было 89, сейчас тебе поставил 67. И тебе немного по комфорту. Так легче? Убирать? Когда керамику упираешься в конце, то есть не дергай. Я вообще просто сначала об этом не подумал. По шву, что здесь правильно, что неправильно? В целом все хорошо. Шов равномерный. Немного гуляет. Со временем все придет и будет он ровно. Здесь можем заметить, что все хорошо. Окончание швов нормальное. И в этом месте у нас вот кратер. Видно, да? Это почему произошло? Потому что ты кнопку отпустил быстро. Спад тока резко оборвалось. То есть надо было подержать? Да, чтобы плавно. Ага. Понятно. То есть то, что мы там поставили, 0,7 секунд вроде. Можно побольше поставить, секунда, и вообще без него было. То есть можно кратковременно нажать на кнопку или держать ее в конце? Нужно держать. Сейчас мы с тобой поменяем керамику, поменяем газовую линзу. Ты это сделаешь все сам и посмотрим разницу. Запомнил, да? 89, 67. И цвет шва поменяется. Мне снимать электрод надо, нет? Да, вытаскиваю электрод. Вот все, открутил. Все, и начинает. Откручивать керамику. Я тебе пока наборчик. Все, отлично. Так, это у нас газовая линза, да? Да, ее тоже вытаскиваю. Просто вытаскиваю? Да. Все, открутил. Все нормально. И теперь тебе... Да, газовые линзы есть разного вида. Разного вида. О, маленькие, средние и большие. Разница для чего у меня, когда маленькую используюсь, когда большие? Маленькая у нас подходит для вот таких насадок и маленьких керамик. И там, где маленькие керамики, где очень мало места, и тебе туда нужно подлезть. С такой керамикой ты туда не подлезешь, плюс у тебя, да, еще будет, потому что колпачки можно поменьше поставить. Если будет большое, ну, ты туда просто не подлезешь. Там сложность будет в плане продувки, наверное. Защита, все то же самое будет. То же самое будет? Да. Там разница. Почему тогда не варить всегда с маленькой? Потому что не варю я так. Я думал, типа, сдуть ее может проще. А, нет. Или ширина шва там, нет? Да, ширина шва зависит у нас от вольфрама. Если мы ставим миллиметровку, у нас ширина, образно, там, 3-4 миллиметра. При вольфраме 2,4 там, 6, 5-6 и так далее. То есть, тройка больше. И нагрузку он держит больше. Вообще, сколько их бывает? Самый большой. Толщина от и до. Миллиметровка и 4. Это основные. Это вот то, что, да, в большинстве случаев. Здесь можешь заметить цанга, другая. То есть, уже нету. Ну, да. Здесь ты можешь тянуть, как тебе хочется. То есть, я ее сейчас начал. Смотри, лучше собирать вот так. Газовую линзу. Сразу же закинул туда цангу и закручивай. Как она работает? Я чуть не понял. Здесь ни прорези, ничего нет. На конус идет. То есть, она просто бобка. Да, и начинает зажимать. Привык, что у цанги всегда есть прорези. Что-что? Ну, у цанги обычно прорези здесь всегда есть. Здесь нет. Это странно. Керамика, но с сеткой. Да. То есть, у тебя две сетки. А сетка всегда есть или нет? Да. А, по-любому. То есть, керамики без сетки еще не бывает? Нет. Смотри, здесь у нас такая керамика и газовая линза. Здесь сетки нет. А, то есть, нам сетку использовать в любом случае надо. Это уже более такая профессиональная насадка BBV от Fioric. Без сетки я не могу вообще варить, по факту получается. Ну, с сеточками за 17. Защита будет очень плохая. Очень плохая будет, да. Что будет? Не то, что сейчас мы увидим. Просто комплекты идут, вот, например, сварочный полуавтомат, когда берешь, там идут чисто керамика, цанги, и там никаких сеток и газовых линз нет. А у тебя при обычном, когда вот ты купил аппарат, у тебя в комплекте тоже не идет. Ни вот это, ни вот это. Обычный вот розовый. У тебя идет вот это, вот это и вот это. Да. Вот стандартный набор. То есть, тебе в любом случае нужно докупить газовую линзу, изолятор и керамики. Ну, керамики, наверное, будет все-таки, да, ребятам полезно. Это семерка, восьмерка, ну, в большинстве случаев я варю восьмерку. То есть, вот она, она и ушатанная сама. Мне керамика, это уже, наверное, год с чем-то. У некоторых они быстро летят. Лучше не экономить на керамике. Купил нормально один раз и все. Так, вставляем вольфрам. Если сравнивать, эта керамика в районе 120 рублей, это керамика 200 с чем-то тысяч. Ну, как бы, вроде бы, да, и ничего такого и нет. Как бы и тут, и тут. И сеточка там какая-то, но... А здесь можем уже вольфрамы выставить. И вот так. Потому что защита будет лучше. Самое большое, что я делаю, это, наверное, вот так. Это когда куда-то конкретно надо подлезть. Да, 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 да. Все то же самое? Да. 89 и 67. Нажми на... Кнопку. Нажми. Жми, прям нажми и держи. Вот здесь уже литраж нужно поставить... Расход побольше, да? Вот здесь уже литраж нужно поставить 22, 27. Так, это у нас что получается? 67 ампер. Ага. И мы сейчас будем на ней сваривать. Четыре такта. Давай. Так. Сейчас. Или туда лучше? Да, лучше вот так. Блин. Неудобно? Как непонятно. Да, нормально нормально. Так. Ага. Здесь уже старайся держать... Ага. Блин, а если воткну электрод? Ну, ничего, у нас есть еще. То есть он испортится, да? Ток пойдет по столу, нет? Да, да. Да? Ну, как бы, естественно, через стол... Нет, через руки точно не пройдет, нормально. Видишь я? Глаза. Все. Отпускай руку повыше, повыше, повыше. Я ее отпустил сразу, погоди. Что-то не то начал делать. Нормально. Давай, давай. Что сейчас делать? Руки трясутся у тебя. Мозг не сработал правильно. Я кнопку сразу тык. Ты говоришь, отпускаю, я ее уже отпустил. Короче, держу сначала, потом отпускаю. Вот когда ты готов варить, когда я отпускаю. Почему-то вот в голове у тебя нажал, и типа варишь уже сразу. А потом, блин, отпускаешь, короче, четырехтактный, надо к нему привыкать. Тебе два такта удобнее. Наверное, да. Давай попробуем два такта. Я, в принципе, понял, что это такое, но... На любителя. Мозг просто пока не может обработать эту инфу. Все. Так, два такта я просто нажимаю, держу, он автоматически. А в конце? Да, в конце отпускаешь кнопку, и он плавно затухает. Так, блин, вот так, да, аж высоко-то как. Ну, давай мы вольфрам уберем. Ну, да, ты серьезно так закрутил. Ты решил проверить меня точно. Все, то есть ты закрутил нормально? Да, нормально, нормально. Так, пробуем, да? Да. Повыше, повыше вольфрам. Вот, ну так, чуть-чуть ниже, чуть-чуть ниже. Вот, и вот на таком вот расстоянии. И идем вперед. Следи за шириной сварочной ванны. Сейчас я покажу тебе, куда смотреть. Я знаешь, все. Я еще понял то, что шланг нужно куда-то подвесить, чтобы он тебя держался. Не тянул он, да, тебя? Да, он тянет прям куда-то. Я бы его даже на плечо, может, повесил. Не, на плечо не нужно. Вообще, я когда начинал варить, у нас ребята на заводе, ну, мужики, ребята, научили нас вот так варить. Но только потом я узнал, что так нельзя делать. Почему? Ну, потому что электричество проходит, и у тебя сердечко. Индукция какая-нибудь или еще что-нибудь. Ну да, магнитное поле, все дела. Так же, как и вот так вот нельзя делать. То есть, бывают такие случаи, да, вот, руки прямо опухают. А что он сейчас дует? Ну, он 5 секунд будет дольше. Так. Тока мало, 67 ампер. Я слежу за ванной, да, получается? Не ванной, а шириной шва. Да. Нет. Все, покажу сейчас. Да, ширину шва как мы можем регулировать? Силу сварочного тока. Силу сварочного тока. То есть, тут не толщина металла, а силу сварочного тока. Чтобы ширину. Вот смотри, 89 сейчас я поставлю, увидишь разницу. А если у меня тонкий металл, нужен широкий шов или такого нет? Нет, не нужно. А, то есть, тонкий металл, по факту, тонкий шов. Да. Полстичный. Ну, вообще есть ГОСТы, и там прописана ширина, высота. Работаем? Да. Ты знаешь, что я сейчас понял? По-моему, меня немного слепит. Я не вижу, где у меня электрод. А сколько стояло? 11? 10. 10? Давай 11 поставим. Оно не то, чтобы прям... Не то, чтобы прям очень, но вот это вот... Короче, там, где конец электрода, я его не вижу, кончик. Лёх, такой вопрос по поводу настройки сварочной маски. Для ММАшки, там вроде плюс-минус, как ты объяснял, чем выше сварочный ток, тем темнее делаем. Правильно? Но здесь, во-первых, и по ММА вопросы возникают, потому что есть еще задержка, чувствительность, кнопок много. Разные маски, по-разному, конечно, настраиваются, но все равно плюс-минус это будет. И еще такой вопрос-то, в чем возникает? В том, что когда мы ТИГ варим и полуавтоматом? Так же ли все это? Короче, расскажу. Я лично настраиваю маску как на ТИГ, как на электродуговую сварку, так и на полуавтомат. Одинаково. Особой разницы там у меня нет. Я практически всегда свариваю 10-11 Дин. Выше не ставлю, потому что у меня сила сварочного тока 200 А. Мне видно, комфортно и сваривать удобно. Если вы не видите при 11, тогда уходить на 10, на 9. Ну, просто тут уже от зрения зависит. Вот если ты не видишь, я поставлю 11, мне будет комфортно, а тебе будет слишком темно. Ты не будешь разбираться, где там вольфрам, где там проволока. Тогда ставь ниже и находи вот это значение. В любом случае, если у вас нормальный светофильтр, тогда ваши глаза будут защищены. И ты не будешь получать вот этого ультрафиолета ловить и вредных других веществ. А по чувствительности? По чувствительности на ТИГ лучше ставить побольше значения, стараться максимально поставить, чтобы... Побыстрее срабатывало. При ТИГе бывает такое, когда ставишь минимальное значение, ты можешь поймать вот этот вот первый всплеск. Зайчиков наловиться. Да, зайчиков прям наловиться. На полуавтомате и на ручке такого я не встречал. На полуавтомате на ручке можно оставить. Да, но слишком высокую чувствительность если поставишь, где ты варишь на улице, у тебя будет постоянно срабатывать светофильтр. На солнце. Да, и ты вроде бы настроился такой, все, вот сейчас буду варить, оно у тебя вот так вот начинает блики, он у тебя постоянно начинает... Да, да, да. Это вот как раз у тебя срабатывает светофильтр. И поэтому нужно подбирать по помещению, где ты находишься, и какие у тебя глаза, Дина, если. И по поводу выхода. Да. Ну, если ты свариваешь на большом токе, сварочная ванна долго остается красной, если откроется быстро, ты тоже можешь поймать... Да, слепнешь. А вот по поводу иногда точечной сварки, там что-то надо как-то настроить? Когда прихватками оставляешь те же самые значения, но выход из затемнения нужно побыстрее поставить. Я вот где-то то ли читал, то ли видел, что когда прихватки ставишь, типа наоборот, чтобы не срабатывало быстро, типа тысяч, 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 неудобно так, да? Мне комфортно. Я ставлю, чтобы маска выходила быстрее, ну, недолго она темная оставалась. То есть быстро. То есть я вот сделал прихватку, и она у меня сразу же открылась. То есть я на кнопку нажал, то есть быстрее. Для прихваток лучше поставить затемнение меньше. Все ясно. Я думаю. Ну, в большинстве случаев, вот, когда ты варишь вот здесь что-то, и тебе каждый раз там настройки менять в маске, я из опыта никто этим не занимается. Это, я думаю, редкость, чтобы вот настолько заморачиваться. Вот поставил себе вот 10, поставил себе такое затемнение, поставил себе срабатывание такое, и все, и ты работаешь все время таким. Только побольше, да, начинаешь слепнуть, ну, прям зайчиков ложечек, серьезных, вот таких, и тогда уже ставишь 11-12 дин. Как-то так. Затемнение. Сколько поставим дин? Ну, в большинстве случаев работаем на десятки, либо на 11. Это степень срабатывания, чувствительность. А следующая кнопка, это у нас как быстро будет открываться светофильтр. Видишь разницу? Вот 89, и вот 89. поменяли чашку, защита стала лучше. Как ты понял, что защита лучше? Ну, по цвету шва. Какая она должна? Радужная. Радужная должна быть. Да. Ну, это тоже пройдет, да и черная иногда проходит, но лучше стремиться к такому, или к белому, к золотистому. То есть он дальше золотистый будет? Если поведешь побыстрее, он будет золотистый. Вот давай я возьму. глаза. А, два так-то. Фига себе скорость. То есть от скорости немало зависит. Так, посмотри, сейчас у нас валет был на миллиметрах 12, я поставлю побольше. И у меня поменялся угол атаки. Видишь, цвет какой. А угол атаки на что влияет? Угол атаки на степень проплавления. Если мы стоим так, у нас максимально разогревается металл и проникновение. Если начинаем заваливать, тогда у нас как бы по касательной бьет дуга и в большинстве случаев я вот при таком вот завале я варю тонкое что-то. 0,5, 0,8 миллиметр. Я увеличиваю силу сварочного тока, заваливаю горелку и веду вперед. Но при этом нужно смотреть, чтобы у тебя вольфрам был максимально близко к металлу. То есть не вот так, а вот так. то есть чтобы понимали, это только что мне показал Леха не то, чтобы нужно, чтобы вольфрам там был сантиметр или полтора, нет, чтобы было не 5 миллиметров, а чтобы было там около миллиметра-полтора. Да-да-да. Но это так на взгляд. Глаза. Итак, что тут у нас? Все. Вот разница, да? То есть здесь он уже ближе к такому к медному идет. Здесь немного получше. Здесь я подольше подержал, быстро убрал. Он такой же был белый. Вот и разница. Так. сила сварочного тока. Вот еще важный момент. Угол атаки сила сварочного тока. 160 ампер. 160 ампер. Держи. Ух! Да. Это еще мы не добрались к присадке. Да. То есть я с наклоном... Вот ты 11 поставил на затемнение. Да. С наклоном и держать вот это вот. Вот ты сказал, ты показал мне между вот этим и вот этим. Да. То есть ты переместил там что-то. Да. Понятно. Я думал, что это было... Ты просто вот так поставил между вот этим и вот этим, ничего не подвигав. Вот. Вот так стараться держать. Да, трындец какой-то. А потом, когда я не смогу операцию... Если ты начнешь менять расстояние между вольфрамом, у тебя будет слишком сильно разогреваться металл, ты будешь его прожигать. На тонком... Ах! То есть на тонком нельзя поднимать. То есть нужно стараться держать максимально короткую дугу. как и при электродуговой. Ну и не втыкать. Да, и не втыкать. Не втыкать. Да. Все. Глаза. Нормально? Да. Отлично. Вот тебе сейчас нужно будет ускоряться. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Останавливайся. Смотри, какой. Вот от этого тоже нужно, да? Наслепно. Когда открываешь, то надо разогревается. Тупецки. Ну вот, сто... 159 ампер у нас. Идите, ребята, оцените, что тут у меня получилось. А, она припаялась. Смотрите, ребят. Эх, какой шок. Ну, для меня, по крайней мере, для меня это выглядит просто очень красиво. Божественно. После ММА я ощущаю себя сейчас просто мега-сварщиком. То есть, понимаешь, да? Если мы меняем угол атаки, у нас управлять сварочной ванной при этом становится даже немного полегче. И 160 ампер, металл 2 мм, и ты не прожег. Ну да, там у нас стол, как бы дать им... про... Ну, конечно, конечно. 160 ампер, 160 ампер, Да, да. Вот тут нужно сопоставить угол атаки, вылет вольфрама, наклон. скорость. Вот попробуй сейчас доставить уже... Вот так, да? Да. Если прожгешь, ничего. Где дырочка лучше, на всех случаях? Чтоб в стол не бах. Давай. Сейчас я вот... Потом горячий, пипец какой. Ты вари так же. Ага. Но расскажешь, что поменялось. Повыше чуть-чуть подними. Скажи. Что поменялось? Поменялось вообще какое-то непонятное. Все что-то брызгает во все стороны. Вот так сейчас попробую поварить. Вот тут? Да. Чуть-чуть получше вольфрам. Вот. Так. Мне было сложнее. Как минимум, почему? ХЗ. Видно было, как плавится, как минимум. Ну, как легче? Когда не заваливаешь? Ну, да. Да, тут прям такой видно было. Жидкий весь. Ну, перегреваешь. Новый жир. Если ты сейчас подберешь правильно скорость, побыстрее поведешь, у тебя все получится. Давай. И так тоже. Да, так же держишь, только побыстрее. Все. И веди, 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 веди. Не, не, не. Чуть-чуть. Вот, вот, вот. Немного прям ускоряйся. Так, жми. Там я, по-моему, где ускоряешься, он такой-то. Он начинает подрезать. Да. Вольфрам нужно еще немного убрать. Ну, фактор, что можно. Да, да, да. То есть, давай еще раз. Нам нужно соблюдать, как ты говоришь. Угл атаки. Угл атаки. Вылет вольфрама. Угу. Силу сварочного тока. Скорость. И расход аргона. Присадка эта уже отдельно. Мы к ней подошли. Подошли уже, да? Да. Сейчас я присадку возьму. По крайней мере, мне стало понятно. Если мы бы с тобой начинали бы на металле миллиметр, полтора, ребята часто берут такую толщину, ничего бы не получилось. В идеале взять что-то. Он бы провалился сразу, да? Ну, я не знаю. Видишь, у тебя как-то удачно все прям пошло. А так, если нету, кто тебе подскажет, расскажет, взял вот такой вот металл, и вот на нем ты тогда точно поймешь. Где бы еще такое взяли? Да, где ошибки. Это мы сейчас нержавейку варим? Да. Это у тебя и тот кусок нержавейки? Да. Где же ты его взял-то, правда? Это с предприятия. Вы, говорит, варите вот на таком металле лучше. В моей области, наверное, сложно найти такой. Если ты не в Челябинске, я бы даже сказал, сложно такой найти. Так, держи. Я не могу найти 1,6, но двоечку нашел. Толще перчаток есть? Тебе вообще будет тогда неудобно варить. По крайней мере, не больно. Блин, я сейчас воткну. Давай ток пониже, потому что я сейчас воткну, ведь сто пудов. А мы так и сделаем. Мы тебе уже поставим как нужно. Давай я тебе сейчас покажу. Да, давай. Потому что вообще прям серьезно. А то, когда ты не видишь вообще, что от тебя требуется, ты начинаешь делать и не понимаешь. Да. Так со мной и произошло. Согласен. В одной руке держал какую-то палку, в другой. Знаете, вы просто... Видите, ребята, это не шутки ни разу. Вообще, даже близко. Ну, просто нужно понимать, что вот так вот и нажимать нельзя делать. А если я воткну электроды в железяку и ты тут присатка будет? Сейчас я покажу, и потом я вот сделаю. Тоже пробьет? Ничего не будет. Все будет нормально. Я на себе... Четыре такта точно не включай. Не-не, вот мне как раз-таки и нужен четыре такта. Тебе четыре такта? Мне два. Я боюсь, что... На два, да, приводит? Я просто начну тыкать по привычке. Захочу, чтобы он прекратил идти, а он как раз выйдет на сварочный ток. То есть я отпущу? Думаю, что выключил. Конечно. Так. Сейчас я буду показывать и рассказывать. Твоя задача максимально держать близко вольфрам. Это присатка двойка. Ну вот, плюс-минус вот так вот должен держать. Если трясется рука, можешь упираться в керамик. И у тебя как раз получится угол атаки нужный. Разогреваешь металл. Как он разогрелся до нужной ширины, ты капаешь. Проходишь чуть-чуть, греешь, капаешь. Проходишь, греешь, капаешь. Проходишь, греешь, капаешь. Проходишь, греешь, капаешь. Это капельная. Если мы держим присатку постоянно, разогрел, присатку положил и ведешь. И присатку ведешь впереди. Если ты ее начнешь туда подсовывать У тебя шов станет выше Ты влетишь вольфрам Либо будет неравномерный шов Если ты ее будешь слишком сильно оттягивать У тебя будет металл подогреваться Если ты прям на максималках идешь Когда у тебя ток большой И тебе нужно быстро все сделать У тебя есть вероятность, что у тебя металл прогорит Поэтому присадку держишь около края сварочной ванны Сейчас я возьму листок Шов Шов Вольфрам И вот наш керамик И наш присадок Твоя задача смотреть Смотреть за расстоянием От сварочной ванны до вольфрама Также смотреть Что у тебя получается Здесь Перед сварочной ванной Ну как бы перед вольфрамом И обязательно смотреть сзади Что у тебя выходит на выходе То есть ты глазами сюда, сюда, сюда бегаешь Почему назад смотришь Если у тебя шов идет И ты вот замечаешь Что он у тебя уже становится Ты можешь вернуться назад Просто горелка Возвращаешься назад И выравниваешь У тебя все ровно То есть присадки туда не добавляй Да Ну иногда можно чуть-чуть добавить Если ты должен понимать Когда ты металл перегреваешь Ты будешь видеть Он у тебя прям проваливается туда Если вот он проваливается Тогда присадку подаешь С помощью присадки Ты охлаждаешь сварочную ванну Ты делаешь ее не такой горячий Если у тебя шов Вот ты смотришь сзади Начинает больше становиться И ты вот поймал этот момент Ты начинаешь ускоряться И он будет незначительным На такой вот длине Ты этого не заметишь А если ты упустишь этот момент Он у тебя просто будет Больше, больше, больше Да, становится А здесь наоборот меньше Либо будет больше, меньше Вот Это моменты, куда стоит смотреть Если он больше стал, что делать? Если больше стал Ну все, как бы Оставляй такой, какой есть Ну если ты не отследил Это я медленно веду, значит Что делаю? Если больше становится, да Ты начинаешь медленно вести Либо ты начинаешь У тебя цельная деталь Труба Она же со временем нагревается И тебе нужно скорость увеличивать Не забывать еще и угол атаки менять Потому что по трубе там вот Постоянно нужно руку вот так подкручивать Труба это прям вообще высший пилотаж И смотрим за присадкой Если мы капельную подаем Держим ее в зоне У тебя аргон должен постоянно ее защищать Ты не должен вытаскивать ее за пределы Иначе окислится Сюда подаешь И в большинстве случаев Ты ведешь все отлично Все хорошо получается Ты ее вытащил из зоны Она окислилась Ты ее обратно туда подаешь А присадка Она становится вот такая Серая, да? Да, вот такая становится Ты ее подаешь туда И у тебя шов Раз Ну просто племба такая И она еще не сплавляется И ты начинаешь греть И у тебя все проваливается Все потому что ты вытащил из зоны Поэтому держим ее постоянно там Если ты подаешь присадку постоянно Ты ее держишь где-то вот здесь Вот с края Сварочной ванны И просто потихонечку Самый краешек ванны Да, да Ты ее вот сюда держишь И нужно научиться Обязательно нужно научиться подавать Прям вот Прошлый раз она у меня пошла в обратную сторону Вот пока ты не научишься А удачи не видать Нужно в свободное время Вот сейчас даже Кто-то смотрит ролики Не обязательно этот Смотришь ролики Взял присадку И сидишь Да, да, да Ну как бы и ролик смотришь Кто-то четкий крутит Да, да, да Мы всегда с собой электродно сидим А с какой скоростью? Да, все зависит уже Как ты ведешь Это нужно отслеживать Сварочка уже То есть Если плавно То это надо чтобы А, ну ты же подачу Чем выше Регулируешь Чем выше ток Чем быстрее Ты ее подаешь Ты же еще рукой Да, да, да Вот так Поэтому Когда ты встаешь Вот встал Встал Прям Да Тебе нужно максимально разгрузиться То есть В любом пространственном положении Ты всегда ищешь Чтобы тебе было комфортно Здесь ты положил Локти И ведешь Если ты понимаешь Что ты будешь Проходить сюда Вперед Ты вот на ногах Уже Это и проходишь Да, уже И твоя задача Просто руки держать на месте И вот так вот провести Если тебе нужно Прям Всю присадку Выварить Ты понимаешь Что ты будешь Вот так вот Перешагивать И варить И руки Иногда их нужно Просто подвесить Просто когда ты Будешь подвешивать их Да Старайся Упирать К себе Да И начинать варить Ищи точки опора Дополнительно Раз Вот поставил То есть на себя Можно упираться Можно на аппарат То есть везде Ищи Чтобы тебе было комфортно Варить Чтобы не вот так Да У нас некоторые ребята Вот рассказывали Они брали дрель И вот отрабатывали Чтобы у них Вот это вот была Хватка Но это на электродуговую сварку Потому что там вообще Те, да Постоянно Почему дрель? Ну тяжелое Что-то Да То есть Есть такие ребята Заморачиваются Настолько Ну это прям вообще Классно Я прям Респект ставлю Таким ребятам Кто постоянно Развивается в сварке У меня было Я На компьютере Заходил в paint Делал линии Ну просто делал линии прямые Брал мышку Поставил стерку И вот это вот движение Отрабатывал Чтобы она ровная была То есть Когда у тебя стерка Она большая Да Там вот эти вот Линии остаются красные А стерка поменьше И она вот Линия там чуть-чуть остается То есть Дорабатывал до того Что в один проход Проходишь И у тебя Стерка Все это стирает Виня Да Вот такие мы сварщики Я наверно покажу Вначале Можно же просто взять Чуть-чуть Да То есть Без подачки Вначале нужно так Со временем Ты начинаешь просто увеличивать Сначала Я уже панически Думаю Я уже панически Думаю Дай-ка я научусь Пока тут Разговариваем И Вначале Ты делаешь Три сантиметра Потом Четыре Пять Десять И вот потихоньку Потихоньку Плюс ко всему Внизу У тебя получается Все классно Как только Ты поменял Вот этот угол Уже Что-то не идет Руки Поменял Все не идет Я помню У меня горизонтальный шов Ну просто Изумительный Получался Прям Чуть ли не как С робота Это был Полтора метра Обечайка Потом просто Ну не получилось На полтора метра Поставить Она вот Буквально На 150 миллиметров Была там выше Все то же самое Тот же самый горизонт Я даже там Под ноги Все что-то нашел Ну поменялись Вот эти вот углы Все там Так Все это Криво Косо И я просто Подхожу Как бы видеть Почему Ну как бы Вот ты привык Все время В таком положении А вот выше И потом Да-да-да И потом я уже начал Для себя Менять Положение То есть Делать себе Сложнее Задачу Потому что В дальнейшем Когда тебе попадется Вот это Ну ты уже будешь готов То есть это Не как мне Мне то в принципе Хватит ролики Показывать И вот в одном Положении И это именно Для показа Для демонстрации Аппарата Знаешь Оно как бы Сначала Это хобби Там ты вроде Попробовал А потом Это знаешь Затягивает И ты Такой Потом На заводе Да Трубы Варишь Заодно Ролики снимаю Два в одном Давай Присадка нужна Так Вроде Рассказал Да Держим Расстояние Подогреваем Глаза Почему 4 такта Я держу Да Ага Вот я готовлюсь Готов к сварке Поднес присадку Отпуская кнопку Как близко Как близко Делал Только маловато Но красиво Глаза Ага Продолжение следует... 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 Так... Продолжение следует... 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 Видишь, у тебя все равно немного горелка поворачивается на тебя, но в целом все хорошо, попробуй сейчас капельным. Не стой на месте горелки, горелку все время веди вперед, иди, 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 иди. Тогда она приближается к электроду, психологически служит. Горелка поворачивается опять на тебя. Как посчитаешь нужным, можешь остановиться. Сейчас я попробую сейчас. Ну да, там уже шире пошло, да? Ну если сравнивать вот с этим чего? Так, от зеркального ушли, да? Да. Ну... Еще пару лет. Да какой пару лет? Я думаю месяц потренироваться и буду. Шикарно. Да, кто-то спросит, почему такая разница здесь цветной и здесь такой. Ну, потому что здесь была у нас насадка BBV, здесь не хватает защиты, да, немного не хватает. Поэтому вот так вот получается. Окисленный, да? Начнем с того, что выставим предпродувку в ноль. Сейчас вообще не будет продуваться, сразу же начнется дуга гореть. И это тоже в ноль, чтобы было наглядно. Режим двух тактных. Режим два такта, да, без предпродувки. Делаю? Да. Смело. Я уже увидел. Можно дальше не варить. Она только отвечает за начало. Что случилось? Шлак полетел как будто во все стороны, как от ММАшки. Да, и вольфрам. Триндец вольфраму, да? Да. Он уже не такой острый, как был. А почему так получилось? Ну, я вроде не дотрогался. Потому что у нас в начале аргон не вышел из горелки, а сразу же начала зажигаться дуга. То есть не защитили вольфрам, не защитили зону сварки. Поэтому она обязательно. Давай ты попробуешь просто зажечь одну точку и сразу же потушить. То есть нажать и дальше не нужно будет варить. Просто прям тысяч, тысяч? Да, да. Все. Разница, конечно. Колоссальная. То есть там у нас вообще, по-моему, черного ничего не было такого. Не было в начале. И вольфрам не разрушается. А если давай сейчас включим, да? Рядом точку или не будем? С нормальным давай. Вот если мы увидели вот так, значит нам нужно... Прибавить предпродувку. А предпродувка, она же там тоже какие-то секунды остается. Для чего это? Ну вот предпродувку я могу секунду поставить, могу пять? Если у нас четырехметровая горелка, достаточно до одной секунды. Если у нас восемь метров, то здесь можно поставить чуть больше секунды. То есть там может газ выйти из нее? Да, 16-метровая горелка, да, пока она там протянет через нее. Так, все сейчас нормально? Сейчас. Ну вот сейчас поставлю 0,9. Практически секунду будет дуть. То есть почти секунду, да? Да. Сейчас продуть, наверное, надо сначала? Не, ну в идеале, да. Верно, верно. Все. Один раз точку? Да. А что так? Не, ну ты, она же сначала продует 0,9, а потом только загорится. Ах, точно. О, КХ. Понял, да, какая фишка? Да. Я теперь понял, почему у меня ничего не получилось. Без газа не получится. Давай, Тём, покажем. Вот, ребят, огромная и колоссальная разница. То есть не вольфрам и металл незащищенный, поэтому получается… Я у себя пробовал… Биака. Я у себя пробовал так, без газа, думаю, точечно сейчас попробую. Да. И у меня вольфрам сразу же загорел. Мы его поставим 5 ампер. Это много-мало? Это прямо самый минимум. На некоторых аппаратах 15 ампер, 10 ампер. Ну, здесь вот до 5. Есть и 2 ампера, и один… Точку сделать? Да, да. Так же, тык-тык. Ты должен сейчас понять следующее. Ты на 2 такта только поймёшь. Ой, на 4 такта поймёшь. На 2 такта не понятно будет? Да. Ну, как бы будет понятно, но не совсем. На 4 такта ты сейчас всё увидишь. Твоя задача – нажать на кнопку… Подождать. Посмотреть вот эту вот дежурную дугу. Угу. Какая она яркая, неяркая. Много тока, мало. А для чего она? Вопрос, чтобы её поймать. Откуда тебе стартануть, да. Оттуда тот ток, с которого будет ружик. И в дальнейшем он уйдёт на базовый ток. Делаю? То есть у тебя 0,9 сейчас предпродувка пойдёт. Вот это дежурная дуга. То есть отпускаю. И у тебя на базу уйдёт. Ток начнёт повышаться. Сейчас вроде особо не сказать, что я увидел там какую-то разницу. Ну, вначале была дежурная дуга? Была, да. Вот. А, то есть ты её убрать можешь. А теперь я поставлю там не 5 ампер, а поставлю… Ну, образно, 40 ампер поставлю. 40 ампер сразу? Да. То есть он сразу, да. Тоже 4 такта, да? Да. Глаза. И он уйдёт на 73 ампера. И поставим сейчас 180 ампер. Так. Я в принципе… Как тебе сказать? Я особо разницы… Не видишь. Видимо, когда ты… Для чего нам она нужна? В каких ситуациях она нам навредит? Навредит? Ну, вот что у меня может не получаться, если я сделал мало её или много? Если мало сделал, всё будет нормально. Если много? Если много, то у тебя будет металл прогорать. Образно, ты будешь варить на 90 ампер, а ты поставил там 180. То есть у тебя стартанёт со 180 и уйдёт на 90. Ну, ты сначала металл прожёг. Образно, ты можешь сделать горячий старт. А… Нужно у тебя. Известно. Вряд не может. По фаху ты можешь что хочешь настроить. Да. Давай вот так. Пробуем? Да. Глаза. Поменялось что-то? Да, вспышка резкая такая, бам. Основной ток ты не менял? Основной тоже поменял. Да, у меня шире стало. Бахнуло прям так. Да. Это было 70 ампер. А. Но эта настройка не совсем такая критичная. Если даже тот человек будет ошибаться, всё нормально будет. Только с тонким металлом будет прогорать? Да, только с тонким металлом. Понятно. Ну, в идеале, говорю, ставить… То есть если у меня начинает прогорать, я… 15 ампер. Сколько? 15 ампер. Даже с тонким металлом пойдёт? С тонким металлом лучше 5 ампер. 5 ампер. Ставим. Ставим нижний ток 15. И вот время нарастания поставим в ноль. И тебе здесь поставим 200 ампер. А давай, гулять так гулять. 220. Чтобы я поднапрягся, да? Ну так чуть-чуть. Ну чуть-чуть. 15 ампер. 15 ампер. Всё, 15. Время нарастания – ноль. Я сейчас не совсем всё понял, но ладно. Сейчас думаю, увижу. Да, всё увидишь. Увижу, да? Наверное, да. Тебе не нужно рассказывать, ты должен сам рассказать. Сейчас посмотрю. Глаза. Окей. Ты отпустил кнопку? Да. У меня, короче, сейчас расплылось всё во все стороны. У меня, короче, сейчас получилась лужа жёсткая. И я так понимаю, что если бы металл был не восьмёрка, наверное, да, сколько тут, или десятка, то я бы стол начал варить. Точно. Это ощущается, причём очень. Вот этот перепад от 15 до 200 ты увидел? То есть у тебя сначала была дежурная дуга, потом ты кнопку отпустил. Ну, по-моему, сразу пошло сильно, нет? Ну, попробуй. Ну, кажется, как будто… Вот, держи кнопку. Держи. Вот, расплывается. Ну, прям сразу, ну, расплыв пошёл. Как будто у меня сразу мощный. То есть нет такого, чтобы он там с ремянцушки подплавился. Вот, давай сейчас. Глаза. Давай. Ага. Ах, красота. Вот. Вот сейчас увидел, да. То есть получается у тебя 15 и потом… То есть у меня получается, что я вообще ничего не подготовил, не подогрел, ничего не сделал и сразу пам! Вот так. Вот так. Ещё и ослепился гансом. Просто потому, что резко так пахнет. А теперь давай мы с тобой поставим время нарастания. 3 секунды. Сейчас резкий был такой. Второй вот этот вот. Даже 5 секунд. Я тебе поставил. С 15 до 200. У 20 будет 5 секунд. Угу. Глаза. И вот попробуй поймать скорость за эти 5 секунд. Угу. Да. Ну, тут уже можно, ты знаешь, что мне по крайней мере дает, ты можешь за это время набрать нужные обороты. Правильно, да? Всё верно. Всё верно. Вот для этого и нужно делать подъём в секунду. Потому что в начале, если будет без вот этого времени, это просто пум-пум, дырка туда-сюда. Ты не понимаешь, что делать. Если даже ты поставил больше тока, больше ток поставил, то ты можешь поймать этот момент, когда тебе можно остановиться. Ну да-да-да. Заметил прям. Мне кажется, даже получится сделать ровный. Так, теперь у нас заварка кратера. Так, заварка кратера, да? Да. Время спада. Поставлю в ноль. Тока я тебе поставлю. Ан, давай так же 220. Я сейчас попробую проварить, да, немножко? Да-да-да. Твоя задача просто потом на кнопку нажать. Скорость нарастает так же? Да. Нет, давайте не 5 секунд, 5 секунд до этого. Давай тебе 2 секунды поставим. Сколько? 2. 2 секунды. Вот здесь. Всё? Да. Глаза. Так. Что у нас было? Что? Туп-к и выключился. А он ушел на дугу. На дугу окончанию. Ну, на дугу окончанию. То есть, ты должен был уйти на 21 ампер. Нет, просто пук и вырвался, как из розетки. Всё, окей. И что у нас случилось? А ты кнопку держал в конце? Нет. Нужно подержать. Да. Сейчас подержу, давай. То есть, вот ты варишь, 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 варишь. Будешь останавливаться, кнопку нажал и держи. Вот. Теперь всё правильно. Отпускаю? Да. Сейчас я с чем варил? С нулём заварить? Да. В конце нуля. Сейчас я тебе поставлю 2 секунды. Давай. Время спада, время заварки кратера 2 секунды. Ой, убрал рано. Ну, есть разница или нет? Да, она такая, как будто диммером. И для чего нам это? Это нужно, чтобы у нас не образовался с тобой кратер. У меня, по-моему, он образовался, нет? Или нет? Нет. Вот здесь? Нормально. Когда мы идём, у нас дуга как бы пробивает, у нас остается, мы резко её отпускаем, она такая и застряла, да? Да. А когда плавно, то есть он у нас получается не резко, а так и стягивает. И стягивает, понятно. У нас кратер с тобой. Здесь смотри, если я поставлю слишком много. Время? Ну, много времени до поставил. Да и ничего нет. Я это замечу. Ну, долго будешь варить. Ну, давайте я поставлю сейчас вот сколько мы здесь можем поставить. Можно ампер чуть поменьше, чтобы шов более-менее. А то я широкий вообще не понимаю. Давайте я поставлю. Он какой-то такой весь расплывается, куда-то потекло. Большой, большой, да. Так, поставлю тебе 10 секунд. 10 секунд? Там даже такой есть, а сколько максимум? Вот 10 секунд. 9,9. Все? Варю? Давай. Глаза? Твоя задача будет держать кнопку 10 секунд. Я не знаю, нажал, нет? Держишь? Вроде да. Ну, подожди, это ведь 10 секунд. А, ни фига себе. И я вообще сначала не понял, что я нажал, а я на нее не нажал. Очень долго. Мне кажется, я кратер проварил. Я его проварил, потом он залился, потом я его еще раз проварил, потом он еще раз залился. Понятно. Короче, нужно сделать так, чтобы увидеть, что вот эта ямка, она затекла и все. Да, чтобы шов остался ровно. Чтобы не было у нас с тобой вот такого. Поэтому параметров и смотреть. Да. Больше, меньше. Чтобы все затекло. Да. Оно видно, по сути. Да, и на каждый металл в свое время подбирать нужно. Будет нержавейка, алюминий, бронза, титан. То есть, это каждая... Вообще, вот то, что мы сейчас рассказываем, если какие-то базовые, они всегда будут меняться. Какого-то стандарта нет. Конкретного стандарта? Ну, тут понятно. Ну, у меня сколько. Ну, как почерк. Тут самое главное, что понять. Самое главное, по токам. Когда сильно ток вот ты мне увеличил, у меня шов широкий пошел. Я это уже отложил на подкорку. Я уже буду знать на любом металле, что горит, проварило. Перебор, да. Я буду основной ток меньше. Потом я уже буду смотреть в начале. Раз, у меня там полетело все, продувка. Я такой сразу опа. Потом ток нарастания, тоже сразу вижу, бахнул. Вот так вот, ничего не успел. Значит, надо поставить нарастание. Время заварки кратера. Время заварки кратера тоже. Кратер, как он заплыл, не заплыл. И постпродувка. Это уже мы смотрим. Да. По силе тока, то есть, на 220 секунд 7 можно поставить. То есть, чем выше сила тока, тем дольше продувка, чтобы все это остыло. Нам надо подождать, когда все это из жидкого состояния в твердое превратится. И в этот момент все, чтобы продувалось. Да, да. Вот теперь максимально понятно. И еще раз повторюсь, то что на титан нужно после продувки ставить больше. На титан. Ну, там, опять же, наверное, увидишь, что он жидкий дольше находится. Да, он не жидкий, он цвет поменяет. То есть, вообще титан должен остаться, вот как он есть. Белый, да. Он такой должен. Если он немного цвет поменял стал, в синеву ушел. Все. Брак. Брак. То есть, здесь это вроде бы, да, там, классно, какие цвета побежалость. А там все, прям, до свидания, поедем, покупаем новый за свои деньги. Емкость. Да, да, да. Или трубы. Метров 300. Время заварки кратера мы выставили, это попробовали. Ну и пульс. Ну, вкратце. Про пульс давай, да, вкратце расскажи, потому что у меня приходили сварочные аппараты. Пульс, дабл пульс. Я такой, так, вернусь назад. Тик. Что такое тик? На самом деле все довольно-таки просто. Нужно понимать, что за что отвечает. Да, и я туда же, наверное, в сторону встану рядом с ребятами. Наверное, я начну доносить на листочке. Если нет на аппарате функции пульса, ну тогда и не получится поварить с пульсом. Частоту регулировать просто не смогу. Ну да, но нету там пульса. А пульс, если там нет регулировки частоты, есть просто вот функция пульс, дабл пульс? А дабл пульс, это когда пульс в пульсе, там на низких частотах, что ли? Я помню, у меня был какой-то аппарат, я ездил к сварщику, он включил эту функцию, и она пищать начала. Сейчас мы это повторяем. Это оно и есть, значит. Просто то, что я услышал от сварщика в тот момент, это... О-о-о-о, и все. Он не объяснил, что там произошло, он просто такой, кайф, класс, здорово. Ну и, возможно, это было на полуавтомате, потому что нержавейку варят как раз. А, точно, наверное, это все-таки был полуавтомат. Я, наверное, пульс, дабл пульс, это я тебе про это. Да, да. Есть, ну, по крайней мере, я тестил, это было в Кемпе. У них есть дабл пульс, сейчас, наверное, уже в других есть. Вот у них был тоже дабл пульс, тестил. То есть, по факту, для чего нам это надо вот здесь? Пульс нужен для того, чтобы у нас было меньшее тепловложение. При этом у нас и деформация, и крабление у нас меньше. Меньше выгорают легирующих элементов, и шов красивый. То есть, с пульсом можно показывать классные, суперские результаты, не имея багажа знаний, которое скопилось там тебе за десятилетия. Но я всегда ребятам говорю, не юзайте вот эту фишку аппарата часто, потому что вы разучитесь варить в ручном режиме. Да, уж так. Ну, ты привыкнешь, тебе там все вроде бы удобно. А когда ты будешь варить где-то там наверху, и тебе будет неудобно с пульсом. Либо у тебя провара, да, там труба толстая, но с пульсом нет смысла варить. Поэтому нужно уметь настраивать, нужно уметь сваривать в пульсе, но не так часто. То есть, мангал Тёме я могу в пульсе сварить? Вообще в легкую. У меня получится. Прям вот нужно уже нарубить, нужно уже начать варить. Вот. Интересная фишка. Я не думаю, что он упрощает пульс. Я думаю, это что-то такое, что наоборот для чего-то еще. Понятно, давай. Когда поймешь, как он работает, все будет таки просто. Сейчас попробуем понять, как работает. Так, сто ампер, десять. Представим, что вот это у нас одна секунда. Вот отсюда до сюда. Отрезок? Да. Скважность у нас настраивает. Что настраивает? Скважность. Сколько времени будет занимать тот или ну и то. Мы ставим 0,9 на 100. Образно 10% ставим сюда, а 90% сюда. У нас 0,1 секунда будет гореть 10 ампер, а 0,9 будет гореть 100. 100. Угу. То есть. То есть. Вот. Если мы сюда с тобой поставим 25, сюда 75. На 20 будет 10. Да. Это здесь. То есть скважность у нас двигает вот эту. Не тухнет. То есть тушить нам полностью его не надо. Нет. Получается, что просто она выше и не выше. Да. Вот за это отвечает скважность. То есть передвигает вот эту вот. Угу. И герцовка. А герцовка сужает это время. Если мы поставим с тобой 1 Гц. Да. Вот будет вот одна секунда. А если мы поставим 2500 Гц. Вот этот отрезок на 2500 Гц. Вот по. Да. То есть он 2500 раз за секунду будет 10, 110. Да. Верно. Верно. И теперь это все на аппарате. Верно. Заходим в пульс. Включаем его. Здесь мы сейчас выставляем ток, который будет верхний. Назовем его так. Его поставим 150 А. Здесь мы настраиваем нижний ток. Чтобы тебе было более понятно. Я поставлю тебе 30 А. вверх. После чего это вот эта вот скважность. А нет. Сейчас у нас герцовка. Не скважность. Давайте поставим. 1. И вот скважность. Угу. В процентах, да? Да. У тебя 20%. Все. Можно тестить. Все. Я говорю точно. Уедешь уже сварщик. Все. Глаза. Я думаю, что... Кстати, тут вот продувка, постпродувка у нас, по-моему... А, вот постпродувка. Нормально. Тут нет затухания. А, я не подержал. Не может такого быть. У нас не на 10 секунд стоит? Сейчас. Я просто нажал и не понял опять. Скорее всего, у нас там стоит 10 секунд. 5 секунд. Я думаю, стоит показать вот эту одну секунду. Давай поближе. Глаза. Все. Он еще и продолжает. Ровными колечками такими. Я так понял, если ускорить, эти ровные колечки будут... Мы сейчас настроим. Твоя задача, вообще настройка пульса, в чем заключается? Шов. У нас всплеск. Образовалась такая монетка. И у тебя вольфрам находится в центре. Ты передвигаешь не к краю сварочной ванны, но, наверное, побольше. Пульс. Увеличили масштаб. Да, мы масштаб увеличили. Вот. Наша монета. Это вот эти колечки. Да, колечки. Вольфрам находится в центре. Наша задача, когда он меняет ток, передвинуться от центра к краю сварочной ванны. Чтобы он опять бахнул. Бахает. И у тебя уже следующий. Отсюда, опять сюда. И вот он пошел отсюда. И ты вот так вот передвигаешь. Наверное. Вот за это захватит, наверное, получается. Ну, чуть больше он должен. Если у тебя пульс настроен правильно, у тебя обратный валик, ты где-то провариваешь с поддувом, он у тебя равномерный. Вот у тебя образно здесь шов, а это обратный валик. Если ты будешь бежать слишком быстро, у тебя будет вот так. Или пешку просто будет накладывать. Да. Внутри трубы или с обратной стороны пластины у тебя будет вот так. Неравномерный. Права. Если ты будешь долго стоять на месте, слишком часто бить в одну точку, и ток будет большой, у тебя это все вот так вот, да, выльется. Да, будет. Может, тогда на тонком? Слишком много. Слишком много. Вот смотри, одна секунда по факту я могу же правильно варить или все равно остывать будет? Можешь. То есть просто я очень медленно это буду делать, правильно? Ну, сейчас тебе. Это сейчас одна секунда, один герц получается. Да. Зачем две с половиной тысячи тогда? Как бы ты не успеешь же. Ну, просто нужно вести вперед. Задача пульса, помимо того, что у него там много плюсов, да, которые мы перечислили, он еще у нас как бы ванну начинает расшатывать. Если мы две пластины между собой ставим, он ее как бы стягивает. То есть раскачивает сварочную ванну, и у тебя шов не становится шире, управлять становится легче. Потому что он то выше, то ниже, да, ток. И ты не перегреваешь. И ты можешь как раз вот герцовкой настроить свою скорость. Вот мы сейчас это сделаем. Так, сейчас сколько у нас будет? Сейчас я тебе поставлю 6,5. Давай. И 36 процентов скважин. Я пробую тут по скорости уже. Да, да, да. Все, глаза? Да. Ты знаешь только единственное? Я в шоке только немного. А если вот так делать? Вроде потом присматриваешься и идешь нормально. А первое, ты включаешь, а такой стробоскоп у тебя. Глаза потом просто вот этот раз и выкидываешь. Наверное, просто не на 6 Гц, да, варится? Нет, оно уже ровнее получилось. Очень уже интересно получается. И с присадкой тоже плюс, да? Да. Можно с присадкой. Сейчас я тебе поставим 3,2. Что 3,2? Попробуй. 3,2 Гц. Это меньше же. Это да, меньше. Ну, видишь, 6,5 тебе не зашло. Давай 3,2. А я думал там 500. Нет, нет. Мы дойдем. Мы дойдем. Все, глаза. И до двух 500 мы дойдем. Я куда-то убежал. Да, я в шоке, мои глаза. Я не вижу, я прыгаю со всех сторон. Наташа, он бэм, 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 у меня просто изничтожает. Ну, на них можно варить на низкий верх? Можно, можно. Настраивается все под металл. Такое пространство не положено. То есть, если совсем тонкий, то... Ну, да. Можно показать, конечно, но тут... Я думаю, видно, да, вот это? Без маски. Сплески-то? Да. Ну, всплески видно. На камере видно. А, ну, ребята, самое главное, чтобы вам было видно. Потому что я тут смотрю один такой в одну камере, да? 2 500. 2 500. На все, что ли? Да. Точно? Да. Мне быстро вести? Ну, не знаю, ты посмотри уже по ситуации. Глаза? Я думаю, начни медленно. полагает. Ах! Ах, ёх! Ох! Теперь не глаза, теперь уши. Ну, тут уже ближе, как будто я без пульса, без пульса как будто просто. Но все равно, что-то есть. Можно показать. Давай покажем. В данной ситуации сколько можно поставить, чтобы хорошо прям. Хорошо, но ты будешь показывать 2500? Это не 2500 было? Нет, это было 2500, я просто думал на камеру, а не увидишь, там разница. Там ничего вообще не понятно, там просто очень сильный звук, который стоит у меня до сих пор в ушах. Единственный момент, я потерялся в некоторых местах, а так, в принципе, да, идешь уже так, это вместо раз, 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 капаешь, присадку просто положил, а тебе прям точками все будет. Сейчас я тебе еще кое-что подстрою. Короче, он поможет, если у тебя прям металл тонкий-тонкий. Здесь совсем тонкий металл и очень хочется варить без особого навыка, да? Да. Если я возьму себе тик, весь мой город будет ко мне есть заваривать чего-нибудь. Выхлоп, выхлоп. Выхлоп, как минимум. Из нержавейки, а потом из титана. Попробуй. Сколько сейчас? 2,8, но я тебе скважинность до 38 поднял. А, то есть скважинность поменял? Да, я тебе ток поменял, 120 на 42, 2,8 Гц и 38 скважин. Глаза? Ну вот это уже похоже на правду. И в чем еще фишка пульса? Глаза, ты всегда можешь немного остановиться. Блин. Ну лучше он получил. Самый крайний. Попробуйте его, да? Вот так вот. Какой красивый. Смотри. Почти такой, как у тебя. Сейчас вот здесь, но угол атаки уже нужно. Вот так. То есть перпендикулярно. Мне лучше, наверное, так взять? Нет, можно и так взять, как ты до этого держал. Через руку. Но если тебе так удобно, можешь так вести. Вот. Чтобы тебе было видно. Я могу ткнуть. Через руку. Вот так, да? Давай, да. А там все настройки те же? Все. Все то же самое. Блин, я боюсь ткнуть только так. Невысоко? Да, нормально. Глаза? Не-не-не. Бальфром поближе и не гони. Гоню быстро, да? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Я сейчас настроюсь. Во! Вот сейчас пойду. Да, и вот следи. Так, погнал опять. Блин, бесплатно продувки, ну ладно. Я плюс-минус где-то к середине почувствовал. То, что ты начинаешь бежать. Да. Потому что ты начал смотреть сзади. То, что у тебя получается. Да. Ты всегда должен бегать глазами. Впереди сварочная ванна, сзади и расстояние от вальфрома до ванны. Ну-ка. Ну этот шов мы никому не покажем. Да. Давай мы сейчас сделаем другой и скажем, что это ты сделал. Ахахаха. Тут много деталей, о которых можем сказать. Ну давай посмотрим. Вот ты сейчас возвращался несколько раз. Да, потому что шов немного неравномерно. Что немного? Неравномерно, по ширине. А, то есть ты из-за этого вернулся. Да. Я гляжу, ты так раз, идешь, идешь. Оп. Току чуть меньше еще сделать, он будет цветной. Мы, наверное, этого и хотим добиться. Итак, что понял я? Для чего это нужно? Он тебе дает лепешки ровные и ты их просто направляешь. Правильно? Лепешечки идти? Ну, если выражаться так, то да. Лепешки, которые должны идти равномерно, и шов должен быть прямой. Не гулять. То есть нужно еще и не спешить. Да-да. Начинаешь спешить, он начинает. Ну, получается, это вот сколько герц было? Да, мы на 2,8 варим. А для чего до 2,5 тысяч? Применяется. Вот для расшатывания ванны вот это все? Да-да-да. Ну, на робота поставим, да? 2,500. И что-то тонкое, да, сваривать. То есть 2,500. То есть чтобы не был шов такой, тогда быстро что-то варит робот тот же? Да-да. Чтобы он был таким-то. Робот, если будет варить просто, как бы и так варят, да, что, ну, в любом случае, что-то тонкое, и чтобы это раскачивало сварочной ванной. Ну, чтобы не было такой хоть непонятной. Да. Размазанной. Ну, и то это такое под вопросом. Ну да. Это не точно. Это не надо вставлять. Это не надо вставлять. Да. Все, короче, это облегчает сварочный процесс. С тонким, с тонким материалом. Но тонким и не варили. Но с толстым тоже облегчает? Да. С толстым такое. Полстый. Два миллиметра. Конечно. А, ну все, все здорово. Буду пробовать. И вы, ребята, пробуйте. Фишка хорошая. Не во всех, правда, аппаратах есть. Наверное, начиная от... Да нет, сейчас можно тысяч за сорок взять. А, ну вообще нормально. Это реально. Это сварка стала более доступной. Это реально. Ну это будет, скорее всего, не переменная постоянная. То есть не АСДС. Но это будет просто ДС. И будет эта функция. Может она будет не такая раскрытая. АСДС, это нам нужен переменная и постоянная? Да. Это для сварки нервовики и алюминий? АС нам нужен для сварки алюминия. Ага. Магния. Даже латунь можно сварить. Тонкую. На переменку. То есть там на переменку по-любому. По Тигу все? Ну если мы алюминий не будем варить, да, все. Если будет ребятам интересно. Ну я не знаю, алюминий он плюс-минус так же или? Ну, можно сказать все то же самое. В некоторых моментах он даже легче. У тебя добавится баланс, у тебя добавится герцовка. Так. Баланс. Ну и можем сказать, баланс ставить примерно 28-32%. Что за баланс для чего? Когда у тебя же во время сварки меняется плюс-минус, плюс-минус на электроде. А. На электроде. Если будет у нас постоянно плюс на электроде, у нас он быстро будет разрушаться. У тебя во время сварки меняется плюс-минус. И вот этот процент, 32%, сколько будет занимать у тебя плюс? Угу. Угу. Есть электроды. Ну тут еще как бы зависит от электродов. Если у тебя электроды, вот как E3, Abicor Binzel, там можно чуть ли не до 50%, да, поднимать. Чтобы у тебя плюс. Что ты сейчас назвал электроды, это что такое? Чтобы вам сваривать алюминий и нержавейку, VL-15, VL-20 больше чем достаточно. А когда уже более профессиональные. А что-то B3 какие-то? А, E3. А, E3. Они с содержанием, не помню чего, VL-15, VL-20 это лантан, 15%. А E3, салатовые, я не помню, с чем они там добавляются. Вот что они там мешают. Это именно вольфрамовый электрод который? Да. Еще плюсом надо присадку подобрать. Вот он. Присадка же тоже подбирается, правильно? Да, да, да. По составу металла. Вот наши электроды. Видишь? E3. Это по алюминике? Это и для алюминия, и для нержавейки. Это для переменки и по стоянке. ВЛ-15, VL-20 и E3 подойдут как для переменки, так и для постоянки. Просто здесь нужно выбрать. Кому-то заходит VL-15, кому-то VL-20. У меня вот если брать пенал вольфрама, у меня там все в переменке. Я вот тут не пойму, как их можно распределить. Вообще я понимаю, в ММА покрытие одно, металл может быть другой или еще что-то, ты почувствуешь это. А здесь он не плавящийся. Как ты? А, понимаешь? Ну конечно. Когда ты его покупаешь, тогда понимаешь. То есть когда варишь уже… Ну там особо разницы не поймешь, где какой. Тогда зачем платить больше? Не, ну не больше. Вот с E3 там реально ты видишь разницу. У тебя более стабильная дуга, у тебя кончик вольфрама видно, у тебя управляемость сварочной ванной лучше. То есть это… И то, когда ты даешь новичку вот такие электроды, вот реально положить сюда горелки с разными электродами, поставить ширму и сказать где какой электрод, да никто тебе не скажет. Это вот прям… Слишком тонко. Да, да. То, что вот профессионал, если это, то да, он поймет, что мне вот это. И он только таким будет работать. Этих электродов куча. Ну на них написано «лечивание», правильно? Да, да, да. Ну плюс меня, фараплистика. Ну как бы там кто-то золотые, синие, говорит. Ну как бы историям сейчас мало кто берет ВТ-20. Опять пошли непонятные типы. Короче, ругаться, ругаться начали. Да, да, да. То есть там много всего, но в большинстве случаев это ВЛ-15, ВЛ-20. Этого больше чем достаточно. Все, не нужно туда лезть. Когда уже стали реально классными сварщиками, тогда уже вот нужно заморачиваться, пробовать. Вот я взял себе на пробах и рад, что взял такие себе электроды. Ну вот смотри, мы с тобой на таких таках на пульсе работали, он практически остро остался. Это вот это. Ну там переплачивать в 5-6 раз за электрод стоит оно того, когда ты только начинаешь. При сварке алюминия, когда ты влетаешь в сварочную ванну, либо ты присадкой, он имеет такое свойство впитывать в себя это все. И если тебе точить здесь буквально там миллиметр, то там ты должен будешь вот это вот отрезать и переточить. То есть у тебя вольфрама прямо будет улетать, как это только. По сути, по алюминию все у нас, да? Я имею в виду, что отличается? Баланс 28-32, герцовка. Герцовка важный момент. Если мы свариваем чистый алюминий, вот купили сейчас его где-то, привезли сюда и начинаем варить. Он чистый, он в себя там еще влагу не впитал. Это же алюминий, он в себя впитывает все. Масло, воду, вообще все тянет в себя. Потом начинаешь варить, и он начинает тебе поры, не сваривается и пошло-поехало. Бывает детали приносят от машины, она масляная, она там впиталась за столько лет. Ты вроде бы здесь все очистил, подготовил, начинаешь варить, алюминий разогревается. У тебя прям по структуре внутри это масло сюда попадает, и у тебя опять вот это вот все. И ты варишь, чистишь, варишь, чистишь, варишь, чистишь. Но в конце ты все равно заваришь, но сколько времени пройдет. И здесь герцовку. Когда у нас чистый, тогда ты ставишь 60-70 герц, больше чем достаточно. А вот что-то тонкое, грязное иногда, масляное или что-то другое, там я уже ставил 110-120 герц и все нормально. Я правильно понимаю, что вот эти герцы и те, что мы их в пульсе использовали, это разные абсолютно вещи? У тебя импульс? Ну вот я имею ввиду то, что мы сейчас использовали, пульсом варили. Можно поставить... Ну я имею ввиду, если нет функции пульс, она в любом случае у тебя будет на переменке. А, на переменке. Да, ты можешь еще помимо того, что у тебя импульс, у тебя плюс-минус меняется, ты туда еще накидываешь пульс. То есть у тебя алюминий будет также, с плесками. И плюс он еще будет менять плюс-минус. То есть это отдельная, я имею ввиду, настройка какая-то? Да, да. Да, отдельно. Да, отдельно. Не нужно заходить именно вот в эту настройку, опять же. Нет, нет. Это отдельная настройка, все, ясно. А, на алюминий можно поставить еще расход аргона чуть больше. Расход аргона чуть больше. Есть там фишка, баланс в ноль выкручиваю, чтобы у нас быстрее вольфрам разрушился и чтобы образовался шарик. И когда вы свариваете алюминий, две пластины, чтобы получился нормальный провар, чтобы не было как трещины, так называемые, делаем напильником небольшую фаску. Прям проходим, и он когда сплавляется, у тебя равномерный шов. Нету такой по центру полосы. Вот это да. И можно еще, еще. Можно много, да, про алюминий. Что, про алюминий отдельная вообще тема? Целый ролик? Думаю, да, там же, как настроить его, проблему. Он течет быстро, то есть ты его настроил, а если ты его перегрел, он тебе течет. Присадку, да, не ту используешь. Ну, как и здесь, да, в нержавейке тоже там нужна 316. По факту, настройку мы показали, то есть это, по идее, вы уже можете играть, настраивать, то есть это все это есть. Правильно же? Да. Основываясь на всем, что мы показали. Человек попробовал поварить на постоянке. У него все получается. И он смело может уже переходить на переменку. Переходим в настройки. Сейчас будем переключаться на переменной AS. И заходим в настройки. На этом аппарате можно настроить либо в минус 8, либо в плюс 8. То есть здесь не в процентах, а в таких, показывает цифрах. Как это правильно, не цифрах, а на то, что нету процентов. Числовых показателей. Да, числовых показателей. И здесь мы можем заметить, что если мы крутим в плюс, у нас увеличивается провар. Если в минус, шов более широкий и прогрев не такой большой. Вот баланс настраивается. На этом аппарате нету процентов. Есть просто показатели 8 и минус 8. И герцовка. Здесь от 50 до 200. Итак, ребята. Я верил, что вы досмотрите до этого момента. Вы красавчики. Пишите в комментариях, если вдруг у вас остались какие-то вопросы лайковского и подписку. Я просто напоминаю, потому что понимаю, что сейчас такие, раз уже столько информации. Короче, лайк где-то вот здесь лайковский. Подписка там же рядом. Все прожимаем, пишем комменты. А у нас на этом все, но не до конца. Еще третья часть про алюмишку. Да, он гораздо легче. Лайтовенький вообще прям. Мне очень нравится. Мне все нравится. Я надеюсь, у вас тоже самое. У вас вообще все получится. Я верю. Все получится и четко будет. Самое главное продолжать. Да, ребята. Сегодня мы познакомились с зеркальным швом. Сварщик 11 уровня, я вам показал.